Стратегическое отступление, важная честь тактики. Мы здесь в невыгодном положении, надо выйти наружу. Всем привет, вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Мемори с Докмой Код 0.1. Не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Я киваю и оттягиваю жёлтую ленту, а затем ныряю в темноту станции. Оказавшись внутри, я включаю фонарик на МТР, чтобы осветить путь. Зона продажи билетов пустынна, как кладбище. Большинство магазинов закрыто ролетами. Оглядываюсь, никого. Зову Рейну. Пока что чисто. Рейна тоже заходит внутрь. И мы движемся к книжному магазину. Обычно в это время станция ярко освещена и заполнена людьми, спешащими по домам. Сейчас же света нет. Кондиционеры выключены, и воздух какой-то прелый. Я, конечно, всё понимаю, но все наверняка убегали в спешке. На витрине пекарни, где я иногда бывал, оставлена выпечка. Пара булок валяются прямо на земле. В магазине напротив валяются опрокинутые полки. Я вижу это через окно. Я вижу это через окно. Остается надеяться, что никто не прячется в тенях. И что никто не нападёт на нас со спины. Я напрягаю все свои чувства и продолжаю идти. О, тут свет горит. А Уисан на самом деле здесь? Не оставляя сомнений, мы приходим к княжному магазину, который был на фотографии. Он со всех сторон обнесён ралетами, но входной закрыт не до конца. Это недобрый знак. Я заглядывая внутрь и вижу, что магазин слабо освещен. То, что свет горит только здесь, очень подозрительно. Но Ауэйсан действительно тот. Я обязан зайти. Рейна, жди здесь. Нет уж, я иду с тобой. Похоже, отговаривать Рейну бессмысленно. Даже если я попытаюсь её восстановить, она всё равно пойдёт. Хорошо, но в любой момент будь готова бежать. Не волнуйся, я тебя не задержу. Я не об этом волнуюсь, просто мало ли что. Спасибо, я понимаю, не беспокойся. Рейна похлопывает меня по плечу. Хорошо, тогда идём. Я пригибаюсь и прохожу под ралетом. Это слабо освещен называется? В книжном магазине светло. Собственно, как и всегда. Вот только некоторые полки опрокинуты. А стопки книг разбросаны по полу, поэтому сразу ясно, что что-то здесь не так. Я уверен, что на фотографии Аой-сан сидела. Если я правильно помню, то она была там, где стоят бестселлеры, по центру магазина. Над полками с лидерами продаж манги, книг и еженедельников ещё всегда висела вывеска. Мы с Рейной осторожно крадёмся туда. Однако, Аой-сан здесь нет. Чёрт, её и правда здесь нет. Давай попробуем поискать где-нибудь ещё. Ну давай. Я начинаю отчаянно осматривать другие проходы. Но её нет ни в бизнес-секции, ни в отделе классической литературы. Я нигде не вижу Аой-сан. Может, мы неправильно определили место? Нет, это точно тот самый книжный магазин, что был на фотографии. По крайней мере, она здесь была, когда делалась фото. Вдруг всё потемнело. Что за... Я торопливо включаю фонарик на МДР. Видимость стала гораздо хуже. Вдруг перед нами вырастает огромная тень. О, как удивительно! Никто не ожидал, что он будет туда? Как будто соткавшись из тьмы, он передстаёт перед нами. Когда он успел пробраться сюда? Я шагнул вперёд, чтобы встать между ним и Рейной. Сигма. Я произношу имя, которое ему дали в отчёте. И он удивлённо поднимает бровь. О, и откуда вы узнали об этом? Но это всего лишь символ, которым они меня обозначили. Символ? Для меня он абсолютно ничего не значит. Сигма смотрит на нас с холодным взглядом. Где Аой-сан? И почему ты уверен, что я тебе это скажу? Раз... Разве не ты отправил нам то изображение? Изображение? Сигма широко открывает глаза, затем усмехается. Понял! Так вот, как они заманили тебя сюда. Вы, ребята, полные идиоты, чтобы попасться на такой трюк. Что? Аой-сан здесь нет. Тогда где она сейчас? Я почти уверен, что... Уверен, что Сигма знает. Лучше скажи... Сигма делает шаг к нам. Ты ведь покажешь мне сегодня свою истинную силу? А? А? Не придуривайся! Я пришёл сюда только для того, чтобы насладиться хорошим боем! Разговаривать будем после! Едва договорив... Договорив последнее слово, Сигма срывается с места. Он мгновенно сокращает дистанцию между нами, и его удар параллельно полу летит в меня. Лезвие Сигма оставляет во тьме световой шлейф. Ой! Я рефлекторно хватаю Рейну и падаю на землю. Буквально через секунду лезвие свистит прямо над моей головой. Сила его удара настолько велика, что кажется, будто он разрезает сам воздух. Если бы я на секунду замешкался, то мне бы снесли голову! По спине пробегает холодок. Рейна, сюда! Я цепляюсь за руку Рейна и отчаянно бегу к упавшим книжным полкам. Нам повезло, что книжный магазин так разворошен. Здесь куча мест, где можно спрятаться. Во всяком случае, нам нужно сохранить дистанцию между собой и Сигмой. Чтобы я успел понять, как активировать свою силу. Ты действительно веришь, что сможешь уйти? Почти с жалостью, говорит Сигма. Вдруг он исчезает. Я смотрю сквозь щели между книжными полками. И больше не вижу его. Он исчез моментально. Сигма, где ты? Куда делся? Прямо здесь! Его голос звучит совсем рядом. Через мгновение перед нами появляется огромная тень. Будто она всегда была тут. Это Сигма, который вроде как исчез. А теперь появился. Именно появился, иначе и не скажешь. Буквально из ниоткуда. Его кровожадный взгляд вонзился в меня. Что? Как ты? Какая жалость! Я разгадал твой убогий план! Говорят, Сигма бьет правой рукой по диагонали. Его клинок свистит, разрезая застоявшийся воздух. Ха! Рейну, уворачивайся! Ага! Я хватаю Рейну и ныряю вправо. Его клинок отцарапал мою щеку. Задержавший, задержись я еще на мгновение, и был бы мертв. По коже снова пробегает холодок. Я лежу на полу, а Сигма насмехается надо мной. Не противно ползать по земле? Давай! Чего ты ждешь? Сигма широко распахивает руки, как бы говоря, давай. Черт! Да как он включается? Да, блядь! Как он так двигается? Кажется, будто он телепортируется. Я не знаю, как он это делает. Но такими темпами нам грозят серьезные проблемы. ДОСТАЛО! Хироки! Я отталкиваюсь и бросаюсь к Сигме. Я помню тот жар, что переполнял меня. И пытаюсь призвать его снова. Пытаюсь воссоздать это чувство в своей голове. Это покалывающее, пульсирующее чувство, когда горит все. Даже взгляд. Но! Что? И это все? Сигма лениво размахивает правой рукой, как будто отгоняю мух. Если бы моя сила работала, то я бы легко увернулся от такого удара и приблизился к Сигме. Черт! Но вместо этого я останавливаюсь и делаю шаг назад. Мне повезло, что Сигма не приложил усилий. Поэтому его взмах медленный. Лезвие проносится мимо моего носа. Ветер, порожденный его ударом, скользит по щеке. Нынешний я не вижу атак Сигм. Не могу просчитать их. Не могу на них реагировать. И в довершении всего я еще теряю равновесие и падаю на землю. Слабок! Это все, на что ты способен? Ну же! Соберись! Сигма снова разводит руки. У меня до сих пор не получается использовать силу. Это плохо. Очень-очень плохо. Меня не волнует, что будет со мной. Но я не могу позволить умереть Рейне. Это единственное, чего я не допущу. Совершить самоубийственный рывок? Разве есть другой выбор? Я торопливо поднимаюсь на ноги, когда Рейна хватает меня за руку, останавливая. Она наклоняется к моему уху и шепчет. Кируки, не поддавайся на его провокации. Он очень силен. Это не тот случай, когда стоит перить напролом. Но такими темпами. Я не говорила, что надо сдаваться. Она говорит тихо, но твердо. И я, наконец, прихожу в чувство. Стратегическое отступление – важная часть тактики. Мы здесь в невыгодном положении. Надо выйти наружу. Да, Рейна права. Мне нельзя паниковать. Нужно успокоиться. Я не могу двигаться с его скоростью. Сигма хочет, чтобы я атаковал его. Он просто смотрит на меня, широко распахнув руки. Пока Сигма сосредоточен на мне, я оглядываю магазин. Благо, мне помогает цвет, исходящий от моего МДР. Есть только один выход. Полуприкрытый ролет, через который мы вошли. Если мы хотим уйти из этого магазина, то должны добраться туда. Однако, сейчас Сигма блокирует путь. Отсюда до выхода всего 7 метров. Но это слишком далеко для нас. Единственный выход пройти под этим ролетом, но... Как мы это сделаем? Не волнуйся. Просто держись за меня и беги туда изо всех сил. Эй, а чё вы там шапчетесь, сапляки? Рейна хватает журнал с упавшей книжной полки. Чё она задумала? Если ты не идёшь ко мне, тогда я иду к тебе. Бежим! Бежим! Прик Рейна действует как спусковой крючок, и я начинаю бежать. Хватаю её за руку и сильно отталкиваюсь от земли. Идиот! Из-за того, что мы так внезапно рванули, Сигма не успел среагировать. Тем не менее, он быстро поднимает правую руку и ударяет вниз. Его мощный удар подбрасывает в воздух все соседние книги. И вокруг нас образуются ураганы с бумаги. Рейна бросает в Сигму подобранный журнал. Лёгкая и большая связка бумаги формата А4 раскрывается в сборке. В броске! И при этом закрывает ему обзор. Чёрт! Сигма инстинктивно пытается защититься от предмета, брошенного в него. Он отдёргивает руку и откидывает летящий в него журнал. Лезвие разрезает журнал на двое, будто масло. Его клинок пугающая Остер. Остёр! Он едва шевельнул рукой, а бумага ДА уже разлетелась на кусочки. Однако, пока он отвлекается на это, мы можем успеть добежать до выхода. Кироки! Ты права. Я пользуюсь этим и пробегаю мимо Сигмы. Не шучи со мной! Но Сигма стремительно наносит следующий удар. Он быстро понимает, на что мы рассчитывали, и снова взмакивает клинком, чтобы обрушить его на нас. Его мрачный клинок почему-то мерцает во тьме. Гох! Ну а то атаку замечаю даже я. Я уклоняюсь, ползая по земле на четвереньках, как какое-то животное. Лезвие пролитает над моей головой, срезая несколько волосков. Ха! Я уверен, что справлюсь и на полной скорости проношусь мимо него. Я бегу прямо к ролетам. Не останавливайся! Сваливаем! На подходе к выходу я толком... Ярком толкаю Рейну перед собой. Она сразу понимает, что я пытаюсь сделать. Рейна бежит на полной скорости и кувырком пролетает через щель. Она падает на пол снаружи. От меня не сбежишь! Взбешенный, что его обыграли, Сигма приходит в ярость и начинает преследовать нас. Я лихорадочно оглядываюсь вокруг и вижу валяющийся рядом словарь. Самое оно! Я быстро подбираю его и бросаю в Сигму. Это, как сказать, сила знаний. Во! Во! Как раз в момент, когда он почти настигает нас, словарь врезается ему в живот. Ярость ослепила Сигму. Он не смотрит, куда бежит. Потому не успевает увернуться. Инерция его движения, столкнувшаяся инерцией из словаря, наносит ощутимый удар. Сигма падает на пол. Конечно, удар не смертельный, но он должен дать нам достаточно времени, чтобы сбежать. Я быстро ныряю в лаз. Кироки! Рейна подбегает ко мне с обеспокоенным выражением на лице. Я в порядке. Сигма пока что не в состоянии гнаться за нами. Побежали! Мы снова беремся за руки. И бежим к выходу со станции. Подожди, если мы просто будем бежать, он рано или поздно нагонит нас. Рейна указывает на магазин Супол. Давай спрячемся там. Не слишком ли близко к книжному? Сигма скорее всего думает, что мы попытаемся убежать подальше. А мы наоборот, спрячемся поблизости. Понимаю, неплохой способ выиграть время. Автоматическая дверь в магазин немного приоткрыта. Так как электричество больше не работает, придется открывать ее вручную. Я берусь за дверь и отдергиваю ее. Нужно найти неприметное место, чтобы спрятаться. Ищем. Как только мы оказываемся внутри, я закрываю за нами дверь. Стена, выходящая в коридор, полностью сделана из стекла. Так что через нее видно все, что происходит внутри. Прятаться под столами и стульями тоже плохая идея. А как насчет барной стойки? Мы подбегаем к ней. Черпаки, посуда, разделочная, доска и нож. Все разбросано. Все свидетельствует о том, какая паника накрыла людей, когда прогремел взрыв. Убедившись, что не наступлю на что-нибудь острое, я прячусь за стойкой. Мы должны выиграть немного времени. Выключи свой фонарик. Шепчет мне Рейна, прикрывая руками мой МДР. Я выключаю фонарик. Остается аварийная лампочка у входа. Единственный источник освещения. Она горит тускло, почти не давая света. Тьма, укрывающая станцию, настолько плотная, что, кажется, она хочет раздавить меня. Тихое, размеренное дыхание Рейны напоминает мне, что я не один. Сегодня он какой-то другой. Тихо сообщаю Рейне, пытаясь избавиться от беспокойства. Он как будто телепортируется. Вот он был здесь, секунда, и его нет. Он двигается слишком быстро. То ли эта темнота мешает мне разглядеть, то ли... Рейна молча кивает. Он действительно странно двигается. Будто он появляется из ниоткуда и исчезает в никуда. Это его особое умение? Возможно. Его особое умение... Я до сих пор не могу понять, как использовать свое. А он своим уже овладел. Мы в разных весов силовых категориях. Если это так, то... Ты не сможешь с ним драться лицом к лицу. Да, ты права. Я аккуратко выдохнул. А через мгновение послышались они. Шаги в коридоре за дверью. Мы с Рейной переглянулись. Похоже, он уже достаточно поправился для ходьбы. Его шаги громким эхом разносятся по всей станции. Он нарочно ступает так громко, чтобы нас спровоцировать. Он хочет выманить нас. Пожалуйста, не иди сюда. Пожалуйста, не иди. Я задерживаю дыхание и молюсь. Топ. Топ. Похоже, моя молитва была услышана. Так как его шаги, наконец, начинают стихать. А вот обмана-то или нет, мы узнаем уже в следующий раз. Сегодня на этом все. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok